В школах Каннска уроки по изучению правил дорожного движения госавтоинспекторы проводят систематически. А вот в детский дом с этой миссии они пришли впервые. А на подмогу пригласили студентов медицинского колледжа, которые занимаются волонтерской деятельностью и довольно часто работают с гагаринцами. Студенты совместно со мной проводили занятия. Занятия у нас носили конкурсный характер, игровой. В процессе игры мы с детьми повторили правила дорожного движения. В процессе занятий выяснилось, что некоторых моментов по ПДД они, например, не знают. Мы с ними изучили их. Дети очень активно принимали участие, очень активно отвечали на вопросы, были заинтересованы в проведении такого конкурса. Педагоги детского дома своими силами также привлекают ребят к изучению правил дорожного движения и уделяют этому много времени. Ежемесячно проходят инструктажи по правилам дорожного движения, пешеходные экскурсии с использованием правил дорожного движения, образовательные встречи, образовательные события, гагаринские круги, где мы с детьми изучаем правила дорожного движения, дорожные знаки, обсуждаем различные ситуации. На занятия юные знатоки пришли подготовленными, придумали названия для своих команд и девиз. Наши команды, юные инспекторы, наш девец, посреди дороги детям, мы всегда за них в ответе, чтоб не плакать их родители, будь внимательней водителем. Несмотря на то, что это фактический урок, ребятам было весело и не с увлечением и задором отвечали на вопросы и выполняли задания, поставленные инспектором и студентами медицинского колледжа, потому что он проходил в игровой форме. Каждый ребенок узнал, для чего нужны правила дорожного движения. Чтобы меня, например, не сбила машина, ни себе вред здоровью не принесла, чтобы в больнице не лежало, и чтоб водители были внимательны. Инспекторы планируют и в дальнейшем проводить подобные уроки, чтобы у детей не возникало вопросов, как в той или иной ситуации правильно вести себя на дороге, когда рядом нет взрослых. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.